здоровенькие были подписчики мопеда раритетович а также сайта вагнерланд.ру с вами снова илья механик и это 22 выпуск видео ряда переключка и посвященном легендарному zip у 77 поначалу я считал что это позднее м в 18 м но на таки сказали что это все-таки zip 77 год сожалению я не смогу назвать я на раме где-то находил эти цифры сейчас я найти их не могу где-то не прячутся в этом месте либо стоя до той стороны в общем не важно данный мотовелосипед выпускался пензенским велосипедным заводом 1977 года по 1980 там какие-то года точные даты я вам не скажу вы не смотрите что он так вот немного набросаны элементами потому что данный zip готовится к велодню 2016 который будет проходить из днепропетровске по традиции прошлого велодня задача этого мото велосипеда проехать весь велодень весь маршрут на педальном ходу но двигатель тоже будет присутствовать я два дня буду ехать не двигатель и так мопед zip 77 был модернизированной версии м в 18 м пензенского завода имел привод двигателя и цепнопривод уже с левой стороны привод заднего тормоза осуществлялся на руле тут помимо ручки сцепление которое сейчас отсутствует фиксатор стальная ручка прошла на дырчик отсутствует была еще вторая ручка заднего тормоза то есть верхние выживаем сцепление и каким-то немыслимым касанием пальцев давим на задний форму вообще мото велосипеды zip как говорилось на каком-то из форумов были предназначены для дедушек для людей которые не против поковыряться с ними по какие-то легенде на тот завод бывали весь неликвид весь брак что получали на рискном заводе 26 колеса велосипедного типа 26 дюймовые просто пластилиновые они гнутся на 1 жесткости вообще никакой в этих колес рама жесткая передняя телескопическая вилка вечно либо люфтит либо жесткая наглуха на передней вилке отказались а тут таких вот косынок вот тут косынки сделали вот непонятно вот это вот крепление переднего фонаря который вот в этом месте трескать и отваливается два рычага слева я уже говорил двигатель был d6 встроенной катушкой зажигания встроены то есть которая в определенный момент схватывала обрыв обмоток и все приехали на педальном ходу было ехать тяжело как вы видите вот этот и стартовый номер на этой раме без бака без двигателя я принимал просто ознакомительное участие в непропетровском зимнем термокубке который этап проходил по моему 10 января весит голая рама 24 килограмма без крыльев только колеса рама сидения фонарик декоративного фонарика 24 килограмма полностью див весит в районе 42 килограмм может 45 я могу ошибаться характеристики точно не помню но этот мото велосипед весил 42 килограмма это больше даже стадиона дух скоростного больше двух скоростного стадиона это просто неприподъемная эта машина кто и тот кто проектировал вообще не думал комфорте от людей которые будут использовать просто вот скорее всего для прикрытия оборонного производства надо было чем-то занимать ввести шпионов заблуждение знаменитом рассказе задорного мишки как попал ко мне этот мопед куплен он был осенью 2013 года в городе кривом рагу я приехал к человеку молодому человеку отсчитал 800-700 гривен уже не помню и залил бак и поехал на нем думал отправить на доставку и когда смотрю бодро и так ездит мопед приехал в днепр это был мой первый челлендж так называемый через неделю повторил эту попытку но уже из марганта на другом мопеде своим ходом человек был в шоке он говорил на 50 километров он за него ручается а дальше он гарантии мог не давать он сразу сказал что дальше 50 километров я на нем не ездил гарантии не дают я совершил тогда этот рывок в пути я неправильно залил бензина сначала залил масло потом этот и масло быстро сбежал карбюратор и не закрыл краник в итоге полчаса где-то я убил на прочистку карбюратора выявление причин двигатель на данный момент разобран рассыпан на атомы будет растачиваться поршневая потому что там бочка была будет попытка скорее сделать сады и зажигания либо же вернуть родное кулачковое встроенной бобиной я еще не решил все будет ближе к вела дню известную покраска не знаю успею не успею багажник надо варить трубки вот эти скрепления багажника надо делать короче куча работы работы куча времени мало там у нас еще впереди меня челлендж тело челлендж в общем ждите благодарю всех за внимание ждите интересного отчета по зифу но его день 1016 подписывать всем пока